Дирижер с мировым именем. Концертный график Оксаны Лынев расписан на несколько лет вперед. Лучшие оркестры Европы приглашают украинку дирижировать концерты, ведь она входит в тройку самых востребованных женщин-дирижеров мира. Сейчас Лынев живет и работает в Австрии, но всегда находит время для интересных проектов на родине. С известной украинкой в Вене встретилась наша Ольга Волынец. С Оксаной Лынев мы встречаемся в Вене. В Австрии украинка уже третий год. Она главный дирижер одной из самых известных опер в мире – «Граца». Я очень счастлива быть среди женщин-лидеров в этой профессии. Успешных женщин-дирижеров в мире всего около трех процентов. Среди них и украинка. Огромная конкуренция. Даже молодым мужчинам-дирижерам очень сложно пробиться и получить статус дирижера с международным именем. А для женщин эта задача усложняется просто в десятки раз». Несмотря на стереотипы, Лынев смогла выступать на лучших музыкальных площадках Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Венгрии. В 2017-м возглавила вторую сцену Австрии, став первой женщиной на этой должности. Говорит, самое сложное в профессии – завоевать внимание, авторитет у оркестра. Даже на самом маленьком концерте Лынев выкладывается на все сто. «Мне нужно за очень короткое время увлечь огромный коллектив, а это 80-100 человек. Убедить их в своих музыкальных идеях, аккумулировать их так, чтобы все начали работать качественно. Любой оркестр за пять минут оценивает дирижера. И он для них или авторитет, или нет. Потом фактически можно мало что изменить». Теперь от всмаха палочки украинки на лучших сценах Европы все чаще звучит музыка украинских композиторов, современных и классиков. «Я рада, что сейчас, когда меня приглашают оркестры, они все чаще обращаются с просьбой исполнить что-то неизвестное, самообытное с моей родины. Я счастлива не только сама успешно двигаться вперед, но и постоянно пропагандировать Украину и украинскую культуру». К профессии дирижера Оксана Лынев шла много лет. Любовь к музыке у нее с детства. «Мой отец – дирижер. Дедушка также был дирижером церковного хора в небольшом Карпатском селе. Я всегда с радостью смотрела на своих родителей, которые все время были на гастролях. Я часто сидела на репетициях и концертах». На этих архивных кадрах Оксана Лынев с семьей на одной из программ львовского телевидения. Семья Лынев всегда чтила украинские традиции, продолжает семейное дело и Оксана. Несмотря на то, что все время живет за границей, в Украине она основала фестиваль классической музыки «Львив Моцарт», посвящен младшему сыну композитора Францу Ксаверу Моцарту. «Для всех европейцев это открытие, что младший сын Моцарта жил в Украине 30 лет. Работал как дирижер, пианист и композитор». Фестиваль объединяет лучших музыкантов мира и Украины. В этом году пройдет уже в третий раз. Также дирижер с мировым именем исполнила свою давнюю мечту – создала молодежный симфонический оркестр. В нем собраны 70 талантливых детей со всей Украины, в том числе Донбасса и Крыма. «Международное сообщество через выступление этого оркестра активно для себя открывает Украину и наше настоящее. Таким образом, мы влияем на имидж нашего государства в будущем». Контракт «Во переграться» в Украинке заканчивается в 2020 году. Продолжать его Оксана Лынев не планирует. Хочет больше времени для собственных проектов, посредством которых будет и дальше рассказывать миру об Украине. Ольга Волынец, Евгений Савицкий из Вены, Австрия, UATV.